Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена, и мы разбираем с вами мифы о похудении. Предыдущий миф «Я не ем после шести», мы с вами уже разобрали. Я надеюсь, вы нашли свое удобное время до последнего приема пищи. Как мой муж говорит, последний прием пищи – это тот, который перед предпоследним приемом пищи. Ну, все логично на самом деле. А сегодня мы с вами разберем миф, который называется так. Я на диете, и мне можно есть фруктов сколько угодно, потому что во фруктах много структурированной воды, это не крахмалистые продукты, нет белка и нет жиров, и вообще нет никакого холестерина. Ну, я не знаю, почему, ну, короче, много почему можно собрать, но вот примерно вот такая логика. Я вам должна сказать такую простую вещь. Фрукты – это не такая безобидная штука. Фрукты содержат фруктозу. И когда большое количество фруктозы проникает в ваш кровоток, она доходит только до печени, потому что печень обязана ее либо использовать, сжечь с образованием энергии. Но если печени на сегодня уже не нужна эта энергия, печень тратит большое количество энергии, чтобы из фруктозы сделать глюкозу, которую уже печень может послать в общий кровоток. Это очень энергозатратный механизм, который тратит большое количество молекул АТФ, это универсальная энергия в каждой клетке, то есть обесточивает каждую клеточку печени. Ну, а, соответственно, магний тратится и так далее. Не буду углубляться в эти вопросы. Более того, эта фруктоза, если она и не переведена в глюкозу, и не сажена с образованием энергии, через 4 часа уже триглицериды. Триглицериды – это жиры. И если вы знаете о себе, что у вас есть жировой гепатоз или жировая дегенерация печени, то, скорее всего, это многолетняя вседозволенность в отношении фруктов. Особенно фрукты современные, не яблочко-дичко, как в сказке про Машу и лебедей, да? А яблоко такое вот садовое, которое кусаешь, а оно прям по рукам, сок течет. Клетчатки в нем совершенно мало, и оно прям, не знаю, медовое это яблоко. Дичко, помните, ты его грызешь, массажируешь десна, там столько клетчатки, что ты за этой клетчаткой просто сок там днем с огнем его не найдешь, и оно кислючее на самом деле, очень кислое. То есть яблоки, те, что были 100 лет назад, и яблоки, которые мы получили путем селекции сейчас, это разные яблоки. Ну да ладно, теперь поговорим о том, что… Про фруктозу я вам уже сказала, фруктоза очень много во фруктах, поэтому, может быть, так и называются они, фрукты, потому что там много фруктозы, но и глюкозы много во фруктах. А если посмотреть, какое количество углеводов, например, я люблю черешню, в 100 граммах черешни находится 10 грамм углеводов. И если я съем 100 грамм черешни, а я легко это сделаю, в мою кровь 10 грамм не придет, потому что гликемический индекс, биодоступность этих 10 грамм не 100%, нет, биодоступность 100% практически не бывает, а 30 примерно, 30%. То есть где-то 1 треть от этого количества, от 10 грамм придет в мою кровь. Это примерно будет 3 грамма. Соответственно, это много или мало? Если перевести в чайные ложки сахара, это будет половинка чайной ложки сахара. Что я должна сказать тем девочкам и мальчикам, которые хотят стройнеть? Вы должны питаться таким образом, чтобы за один присест дать в кровоток не более 5 грамм сахара. Это называется гликемическая нагрузка. Не более 5 грамм. Загуглите, что такое гликемическая нагрузка или почитайте в книге, которая называется «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Я ее автор. Если вы давно работаете над своим весом и ничего не можете с ним поделать, то не более 5. Если вы в оптимальном весе, все с вами хорошо, не более 7 грамм. Почему? Потому что в процессе ожирения, ну ладно, лишнего веса, не буду говорить про ожирение, играет роль, огромную роль гормон под названием инсулин. И мы должны с вами так поесть, чтобы тихонечко-тихонечко пройти мимо инсулина и не разбудить его. А это можно сделать только в том случае, если вы поели, а глюкозы в кровь, фруктозы, дали совсем чуть-чуть, от 5 до 10 грамм. Есть таблицы гликемических индексов. Есть таблицы гликемической нагрузки. Есть приложения по гликемической нагрузке. Я очень вам рекомендую с этим разобраться. А теперь внимание, девочка Леночка взяла, съела не 100 грамм черешни, а съела килограмм черешни. Ну спелая была, такая крутая была черешня. И она не 3 грамма получила в кровь чистого сахара, а она получила 30 грамм. Вот из этих 30 грамм, понимаете, организм либо сжечь с образованием энергии нужно, тогда девочку Леночку нужно вытащить на пробежку или отправить на полтора часа в тренажерный зал, чтобы она сожгла эту глюкозу, эту фруктозу с образованием энергии. Но нет, мы любим фрукты когда, не утром, нам некогда утром. Мы на ночь любим фрукты. И если 30 грамм чистого сахара пришло в кровоток где-нибудь ночью, то другого выхода нет, это будет жир. Поэтому, ребята, если вы на ограничительной диете во всем себе отказываете, кроме фруктов, вы совершаете какую-то фатальную ошибку. А фруктырианцев, почему они худые? А потому что они недостроенные. Во фруктах практически нет белков и нет жиров, не из чего строить биологические мембраны. Вы просто посмотрите, из чего мы состоим. Мы не из углеводов состоим. Но при этом эти люди дают достаточно большое количество энергии. Организм имеет энергию, чтобы старый сарай разобрать на кирпичике. И из старого сарая сделать новый сарай. То есть старую клетку разобрать и сделать новую клетку. Поэтому первое время, может быть первые 2-3 года, может быть чуть больше, фрукторианцы себя чувствуют на твердую пятерку. Потом начинается разладость с пищеварением. Кожа перестает нравиться. Уменьшается мышечная масса, развивается саркопения. Но остеопороз развивается. Но фрукторианцы потом об этом узнают, потому что это не видно. Ну, по крайней мере, не сегодня. Вот такая вот история. Поэтому, пожалуйста, всегда обращайте внимание на количество углеводов в продукте питания, на гликемический индекс этого продукта, то есть с какой скоростью, в каком объеме углеводы из данного продукта придут в вашу кровь. И считайте гликемическую нагрузку. Пусть она будет низкой, от 5 до 7. Все это очень подробно. Я описала в книге «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». На примерах, на каких-то сказках, в байках. Ну, в общем, так, чтобы вы запомнили и чтобы вы грамотно относились к содержимому вашей тарелки. Ну, и количество фруктов в вашем рационе. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»